Английские времена, часть 7 и 4. И мы с вами поговорим про времена present perfect и про время past perfect и говорим, что самое сложное в данных временах. Итак, начнем по порядку. Present perfect. Как переводится present perfect? На самом деле есть два перевода у данного времени. Present perfect переводится как настоящее совершенное время. Present – это настоящее и perfect – совершенное. Также ближайшее прошедшее время. Самое сложное – это, конечно, не формы. Формы – это на втором месте. А первое – когда использовать или как использовать. How to use. Как это все использовать, когда нам это нужно. When. When do we need these tense? Когда нам нужно это время. When do we need these tense? Это первый вопрос. И ответ очень простой. На самом деле, во-первых, это когда у нас есть определенные временные указатели. Time expressions. When we have some time expressions. Мы с вами, в принципе, их уже упоминали. Это yet. Еще нет. Already. Уже. Just. Ever. Ever. For. Это временные указатели данного времени. Также never. Если это связано с настоящим. Вот основные временные указатели. То есть, если это есть, это действительно знак к тому, что следует задуматься о применении данного времени. Но. Бывает так, что мы употребляем это, когда у нас с вами нет этих временных указателей. Но просто, когда мы хотим подчеркнуть важность какого-то действия. Значит, the importance, the importance, это важность. The importance of something. И хотим подчеркнуть важность. То мы, в принципе, употребляем. I have done it. Да, я действительно сделал. I have done it. Ну, в принципе, здесь спорно. Мы здесь можем так же говорить и просто I did it. I did it. Ну, конечно, еще важно сказать, что часто мы употребляем именно present perfect в разговорной речи. In spoken English. Но самое действительно вот сложное, это пункты 2-3. Здесь просто нужна практика. И есть какие-то устойчивые фразы, выражения, диалоги. И здесь уже просто, само собой, мы выбираем именно правильное время. Что касается времени. Ну, present perfect – это самое сложное. И второе – это, конечно, третья форма. Третья форма – это past participle. Past participle – это самое сложное. То есть, знать таблицу неправильных глаголов. Irregular verbs. Но вторую форму еще легко знать. А вот, конечно, третья посложнее. Что касается времени past perfect – предпрошедшее время. То здесь, на мой взгляд, употреблять его достаточно проще. То есть, здесь мы используем, когда одно время назад. Значит, one tense before. Когда идет сдвижка на одно время назад. Там I said – я сказал. I said that I had won. Я сказал, что я победил. I said that I had won. Ну, понятное дело, я сказал, а победил еще до того момента, как я сказал. И в принципе, здесь, ну, употребление достаточно простое. То есть, мы просто должны понять, как образовывать данную формулу. Это просто head и третья форма. То есть, на самом деле, если по сложности мы сравним present perfect время, настоящее, совершенное, и past perfect, то сложнее именно present perfect. Но оно и нужнее для нас, потому что более часто употребляется. А в past perfect все просто. Одно действие совершено в прошлом, а другое действие еще раньше произошло. Например, I knew – я узнал. I knew that they had, for example, что они проиграли. I knew that they had lost. То есть, все просто. Я узнал, а проиграли еще до того момента. То есть, что из этого можно, какие выводы можно сделать? Ну, прежде всего, следует больше читать различных текстов, чтобы вот понимать, где какое время используется. И в первую очередь, в любом случае, необходимо знать формы образования данных времен. Образование времени present perfect и времени past perfect.